МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В древние времена кровь имела сакральное значение. Считалось, что она способна сделать землю плодороднее, так как содержит часть божественной энергии. Кровью смазывали лбы тяжело больных, рожениц и новорожденных, чтобы придать им жизненных сил. Бесспорную уникальность и незаменимость кроме в организме человека признают и сегодня, пусть и не в таком магическом ключе. От ее здоровья без преувеличения зависит полноценная работа всех органов и систем человека. Здравствуйте, дорогие друзья! Основную тему нашего сегодняшнего разговора я уже обозначил. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коварная анемия – группа риска и признаки заболевания. В основном это страдает женская наша половина. И можно ли вылечить анемию самостоятельно? Хотя препараты у нас железо продаются без рецепта, но они имеют очень много побочных эффектов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сейчас самое время представить сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь. Козич Лариса Валентиновна, главный городской специалист по гематологии, заведующий филиалом номер 12 в Гомельской центральной городской поликлинике. Здравствуйте, Лариса Валентиновна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Лариса Валентиновна, давайте сразу расскажем нашим телезрителям, насколько важна проблема анемии? Действительно ли это такое серьезное заболевание, чем оно опасно? Ну, анемия – это вообще снижение уровня гемоглобина, ретроцитов в единиц объема крови. Ведущим здесь является именно снижение уровня гемоглобина, потому что зачастую мы в анализах крови видим нормальные показатели уровня ретроцитов при пониженном уровне гемоглобина. Это так называемая разновидность гипохромных анемий, и одна из них – это железодефицитная анемия. Железодефицитная анемия достаточно является актуальной проблемой для всей планеты. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллиардов людей страдает в нашей мире анемией. Это 30%. И преимущественно это железодефицитная анемия. То есть, по большому счету, мы понимаем, что проблема достаточно серьезная. Ну, а раз мы говорим о патологических изменениях крови, давайте немного расскажем о нормальных показателях крови. Я буду вам говорить, Алексей, усредненные показатели по общему анализу крови, поскольку мы ведем разговор об анемии и будем говорить о нормах красной крови. Итак, уровень гемоглобина усредненный – это от 120 до 140 грамм на литр. Уровень эритроцитов – это от 3,7 на 10,12 на литр до 4,9 на 10,12 на литр. Цветовой показатель – это от 0,8 до 1,05. Но существуют еще мужские нормы, существуют отдельно женские нормы, и существуют нормы для беременных и детей первого года жизни. Если вот остановиться на мужчинах, то немножко здесь показатели по уровню гемоглобина гораздо выше – от 130 до 170 грамм на литр. У беременных женщин, согласно рекомендациям ВОЗ, гемоглобин уровень снижен до 110 грамм на литр. И это касается также и детей. У них тоже 110 грамм на литр является нормальным показателем уровня гемоглобина на первом году жизни. Лариса Валентиновна, ну, разговаривая об анемии, невозможно не упомянуть о том, кто чаще страдает с этим заболеванием. Пол, возраст, может, какие-то социальные группы. Ну, как правило, страдает прежде всего наша прекрасная половина. Это женщины фертильного возраста от 18 до 40 лет. К большому маму, к сожалению, страдают и беременные, больше своей части. И, конечно, дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и от 12 до 17 лет. Ну, и опять же говорю, в основном это страдает женская наша половина. Мужчина гораздо реже страдает железодефицитной анемии. Играет также роль и занятие спортом. Как правило, дети, подростки, занимающиеся активно спортом, у них тоже высокий риск развития анемии. Доноры, которые часто у нас дают кровь, тоже у них высокий риск развития анемии. Лариса Валентина, ну, мы уже говорили о том, что анемия бывает у детей. Как часто она встречается? Хочу сказать, что детям она передается по наследству. То есть, если мама в период беременности страдала анемией, и не ликвидировала свой дефицит железа, и относилась, ну, игнорировала рекомендации врачей, не принимала препараты железа, то на 100% ребенок, как правило, рождается тоже с дефицитом железа. И наиболее часто анемия встречается у детей от 6 месяцев до 5 лет. И в период их роста – это от 12 до 17 лет. Вот в этом периоде достаточно часто. Лариса Валентиновна, ну, о причинах и о каких-то моментах мы поговорили. А вот как клинически можно распознать анемию? Анемия клинически проявляется и состоит из двух синдромов. Это сидропенического синдрома и общеанемического синдрома. Проявление сидропенического синдрома зависит от степени дефицита железа, от длительности существования дефицита железа. Как правило, при сидропеническом синдроме еще в общем анализе крови мы не увидим ничего. Там прекрасный уровень гемоглобина, там прекрасные показатели по эритроцитам, но уже в крови сформирован дефицит железа. Сидропенический синдром обусловлен тканевым дефицитом уровня железа и, как следствие, нарушением трофики тканей. В первую очередь, что страдает? Это кожа, ее придатки, это ломкость ногтей, это заиды в углах губ, это преждевременное формирование морщин, это трещины формирующиеся, это извращение вкуса и обоняния, и запаха. То есть человек хочет нюхать бензин, краску, он привержен есть мел и известь. То есть вот когда говорят, что беременным нравится мел, это как раз клиническое проявление. Да, это вот проявление. Также субфеврилитет. То есть они жалуются, вот у меня субфеврильная температура 37,3-3,75, что мне делать? Назначают антибиотики, ищут какие-то причины, инфекционные причины, но тем не менее это все дефицит железа. Снижение иммунитета. Люди подвержены частым простудам, ОРВИ, поскольку дефицит железа нарушает функцию лейкоцитов. И тем самым люди, страдающие даже латентным дефицитом железа, подвергнуты частыми простудными заболеваниями. Также мы говорим ювенильный хлороз. Это когда кожа становится землистого оттенка, отмечается даже желтушность носогубного треугольника. Кроме того, одним из причин синдропинического синдрома являются гласиты, затрудненность глотания твердой пищи, непроизвольтные мочи и спускания при кашле, при смехе. Но это, наверное, основные ведущие симптомы. Общий анемический синдром складывается уже из сформированного дефицита железа. И в анализах уже мы видим наличие анемии. Общий анемический синдром – это утомляемость, это слабость, это снижение качества жизни, это снижение работоспособности. Иными словами, можно это сказать, вот как у нас любят говорить, огульная млявость и обаяковость до житя. Ну такой синдром хронической усталости, вы описываете. Да, да, совершенно верно. То есть человек не может пройти несколько лестничных пролетов. У него апатия, у него бессонница ночью и сонливость днем. Резко снижается и работоспособность человека. Ну вот очевидно, вот такие обморочные состояния. Обморочные тоже. Человек может обморки, одышка, сердцебиение, артериальная гипотония, снижение артериального давления. Ну, наверное, вот такие основные ведущие симптомы. Лариса Валентина, ну а какие основные причины, приводящие к анемии? Ну, поскольку мы говорили, что в основном железодефицитной анемии страдает у нас прекрасная половина человечества, то, конечно, тут причина складывается из многих факторов. Это, во-первых, менструальные циклы. Обильные кровопотери в период менструации тоже идут к хроническим потерям железа. Это беременность, которая повышает потребности в железе в семикратном размере. Вот. И также это воспалительные заболевания по гинекологическому профилю. Это жесточайшая диета, которой наши дамы очень любят придерживаться новомодной, которая и приводит тоже к дефициту железа в организме. Это все тоже способствует развитию анемии. Если касается мужчин, то здесь больше у нас связано с патологией желудочно-кишечного тракта. То есть если в норме у мужчины железодефицитной анемии вообще по определению не должно быть. Но если идут патологии страны желудочно-кишечный тракта, эрозии, язвенные болезни, полипы, дивертикулезы, колиты, гастриты, это все способствует тоже развитию дефицита железа. Ну и также злоупотребление алкоголем, злоупотребление кофе, чаем. Это способствует снижению усвоения железа. Это тоже провоцирующий фактор для развития анемии. Лариса Валентиновна, продолжая разговор о клинической картине анемии, я хочу задать вот какой вопрос. Какие признаки этого заболевания у себя может заметить человек и на что могут обратить внимание окружающие? Начнем с того, что женщины начинают замечать, что их прекрасные ногти на пальчиках крошатся. То есть маникюр проблемный сделать. Плюс усиленные начинают выпадать волосы. Плюс кожа становится сухой, появляются заиды, такие трещинки в углах губ. То есть это вот эти первые признаки, на которые женщина обращает, потому что они эстетически вызывают у нее дискомфорт. Это уже должно их насторожить на то, что у них сформирован латентный дефицит железа. Работоспособность снижена. Невозможно запомнить там определенные, может быть, теоремы, законы студентам. Невозможно сдать какие-то нормы, если студенты нормы ГТО, так называемые, пробежаться без отдышки. Сонливость. То есть она приходит домой, все бросает, ей ничего не хочется делать, она ложится и отдыхает. Это говорит о том, что действительно в организме идет нарушение обмена железа и истощение запасов железа. Так называемый уже сформированный дефицит железа. Но окружающие люди могут сказать, а что ты такая бледненькая, а почему ты сидишь на работе и спишь, а не работаешь, то есть начальник может сделать замечание. А это не просто так. Это все имеет под собой именно подоплеку внутри организма сформированный дефицит железа. Лариса Валентиновна, но из нашего разговора, в общем, понятно, что анемия – это достаточно распространенное заболевание, которым страдает много представителей нашего населения. Чем же она опасна? Медицинские последствия достаточно неприятны. Железа дефицит на анемии. Если мы коснемся детей, это нарушение умственного и физического развития. Если беременные, это осложнение во время родов. Это хроническая гипоксия плода. Это нарушение гипокогуляционных свойств крови. И, как следствие, во время родов женщина может осложнение в родах осложниться обильными кровопотерями. Кроме того, доказано изменение лактационной функции, которая приводит к количественному и качественному изменению грудного молока. Как ни прискорбно сказать, но 20% женской смертности происходит по вине железодефицитной анемии. И даже после родового периода, если все благополучно разрешается, ребенок первого года развития, неонатального периода развития, отстает в своем развитии, по сравнению с другими детьми. Лариса Валентиновна, мы поговорили о клинической картинной анемии. Давайте же расскажем о том, какие диагностические возможности есть в учреждениях здравоохранения нашего города для того, чтобы разобраться и установить диагноз анемии. Анемия очень вообще благодарное заболевание, поскольку очень легко диагностируется. И диагностика сейчас доступна всем. В любой поликлинике города сделают развернутый общий анализ крови. При необходимости доктор назначает кровь на сывороточное железо, ферритин и определяет, есть наличие анемии или уже сформирован латентный дефицит железа. На данный момент это не представляет никакой проблемы, потому что основные показатели, как я говорила, это уровень гемоглобина, сывороточное железо, ферритин, который у нас производится в городе. А можно ли установить наличие анемии, допустим, при профилактических медицинских осмотрах, ну или при диспансеризации? Конечно, безусловно, потому что любая диспансеризация начинается со сдачи общих клинических анализов, в том числе анализа крови. Доктор должен еще пообщаться с потенциальным пациентом, поскольку, как я говорила, общий анализ крови не всегда показывает уже сформированный дефицит железа. Поэтому здесь необходим и контакт доктора с пациентом. Давайте теперь расскажем нашим телезрителям о том, кто и как лечит анемию и вообще, какие существуют методы терапии этого грозного заболевания. Анемия лечит терапевты. Вообще, по большому счету, каждый специалист, имеющий высшее медицинское образование, должен знать, как лечится железодефицитная анемия. Начинает с гинекологов, кончая неврологами. Поэтому любой доктор владеет методами лечения анемия. Почему должен заниматься лечением доктор, а не соседка по квартире или какой-либо другой обыватель? Потому что, хотя препараты у нас железо продаются без рецепта, но они имеют очень много побочных эффектов. Существует определенная дозировка препаратов, которые подсчитываются в каждом индивидуальном случае терапевтом. Поэтому самолечением ни в коем случае не надо заниматься. Плюс лечение – это достаточно длительный процесс. И если наша женщина думает, что я неделю попила и стоп, больше не буду, это очень глубокое заблуждение. Мне кажется, да, действительно, анемия формируется достаточно долго, и буквально за несколько дней, конечно, ее не вылечишь. Да, этапы складываются лечения из двух. Первый этап – купирование анемии, а второй этап – восполнение депо железа. И каждый этап складывается из полутора-двух месяцев. В целом на лечение анемии уходит 3-5 месяцев. Поэтому женщина, которая твердо решила все-таки избавиться от этой симптоматики, улучшить свое качество жизни, должна настроена быть на лечение длительное – от 3 до 5 месяцев. Ну и, естественно, анемия лечится только таблетированными препаратами железа. Питание, оно входит в комплексную терапию, но не является первым методом лечения анемии. Лариса Валентина, ну, в современных источниках информации, в частности в интернете, можно найти достаточно много разнообразных методов, народных методов лечения анемии. Там, например, кушать яблоки или гречневую кашу. Мы подготовили небольшой сюжет на эту тему, я предлагаю его посмотреть, а потом прокомментировать эффективность этих мер. Итак, о народных методах лечения анемии. Перечень продуктов, рекомендованных в данном случае, оказался очень широким. От земляники, орехов и говядины до пресловутых яблок с гречкой. Причем достаточно часто это рекомендуют смешивать в очень фантазийных сочетаниях. Вот яркий пример. Оказывается, для того, чтобы вылечить анемию, надо порезать 6 зеленых яблок достаточно большого размера и смешать их с полукилограммом внутреннего сала. Все поставить в духовку минут на 20-30. Этого времени хватит, чтобы взять 12 домашних куриных яиц, отделить желтки от белков, растереть желтки с одним стаканом сахара и добавить 400 граммов шоколада. Остается всего ничего. Надо пропустить через сито яблоки с салом и все смешать с желтками и шоколадом. Получится что-то похожее на бутербродную пасту. Есть такие бутерброды надо, когда захочется. Если, конечно, этого вообще захочется, запивая горячим молоком. Авторы рецепта рекомендуют лечиться так, до полного выздоровления. Но предупреждают, что за неделю возможна прибавка в весе на 1,5-2 килограмма. Могли бы и не предупреждать. Сало, сахар, куриные желтки и шоколад, вероятно, не вылечат от анемии. Но вот от анорексии наверняка. Ну, вот прокомментировать это надо. Ну, хочу сказать, что яблоки с гвоздями, гречневая каша – это уже, как говорится, средневековье. Я уже повторюсь, но диеты мы не лечим анемию. Но, однако, необходимо заострить внимание на сбалансированное питание женщины и вообще любого человека. Поскольку те же самые жесточайшие диеты с ограничением белка животного приводят к развитию анемии. В диете должно быть всё – и белки, и углеводы, и клетчатка, и в меньшей степени жиры. И надо помнить, что железо, взятое из белка, так называемое гемовое железо, усваивается гораздо выше и лучше организмом, где-то на 20-30%, чем железо в растительных продуктах, так называемое негемовое железо. Усвоение там составляет только 2-3%. Но по продуктам питания, что я хочу сказать, что наиболее высокая концентрация гемового железа – это в белке таком, как говятина, телятина. Прекрасно идёт рыба, прекрасно идёт крольчатина, индюшатина. Очень хорошо белок усваивается в сочетании с фруктами. Поэтому мы рекомендуем обязательно в рацион включать фрукты, как поставщик витамина С. Наша беседа подходит к намцу, поэтому сейчас несколько рекомендаций нашим телезрителям о том, как избежать этого заболевания. Ну, во-первых, я хотела бы вам порекомендовать не сидеть на жесточайших диетах и помнить о том, что любая диета может привести к развитию дефицита железа. Питание должно быть сбалансированное, включающее в себя и белки, и углеводы, и клетчатку. Женщинам фертильного возраста, планирующим беременно, заблаговременно обратиться в поликлинику для обследования. При необходимости вам назначить профилактические приёмы как витаминов, так и препаратов железа. Ограничить курение, побольше физической активности. Гуляйте на воздухе, и тогда вас минует вот эта неприятная ситуация под названием железодефицитная анемия. Ну что ж, Лариса Валентиновна, спасибо вам за замечательный рассказ. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Козич Лариса Валентиновна, главный городской специалист по гематологии, и говорили мы на тему анемии. Ну что ж, берегите своё здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Продолжение следует...